всем привет представляю еще один точильный камень японского производства для опознания что могу сказать вот сейчас уже по этому камню так это то что чрезвычайно противоречивые ощущения возникают именно от этого изделия да посмотрите как он выглядит какая у него рубашка так он заклеен замазан лаком до чтобы он не треснул вот это его поверхность я прошу в комментариях отписываться что вы думаете как называется данный точильный камень и для чего он в принципе может быть предназначен да чему мне не понравился давайте начнем наверно с этого ну во первых смотрите сами вот вот это вот неоднородность во время заточки она постоянно крошится вот эти полосы я не знаю будет ли вам на видео видно но я попробую поймать эти моменты будет ли она вам видно но вот эти полосы они имеют другую плотность они блестят не так как остальная проект поверхность к камня вот если сравнивать допустим вот это место как лакая глянцевая так и здесь эти полоски не тоже выглядит более глянцево чем вот остальная поверхность камня из вот этого вот этой ямки данной камни постоянно во время заточки что-то может высыпаться какая-то крошка пыль да которая попадает под фаску и подрежущую кромку взятия оставляет довольно таки неприятные вещи поэтому приходится буквально контролировать и работать бритвой либо ножом именно только вот на на вот этом участке вот тут на этом участке камня и то есть что в принципе превращает данный японский точильный камень до в некое подобие ногу и все-таки они как не точильный камень до полно полноценный в нашем понимании теперь следующее по скорости работы я не знаю что можно сказать по этому камню по скорости работы по большинству стали но по мягким нержавеющим стали по мягким углеродистым стали ну и в частности по бритве эйтер камень работает довольно таки быстро камень не скажем так средней мягкости в районе где-то 3-4 пошка лимон суда по ним по этим то есть поставлен по нержавеющим паулирую с ним мягким он работает и частности по бритве это это вы увидите после но что самое странное страшное неудобное непонятное мне что как только мы переходим на что то более серьезное чем 420 сталь да да именно вот даже на ту же самую 95 х 18 я не могу не могу ничего сделать с этой стали твердостью там по-моему 59 57 59 единиц но на этом камне вообще ничего не могу сделать то есть никаким местом она не не работает этот камень просто прекращает свою работу вот и все я не знаю с чем это связано может быть с недостаточной абразивностью еще с чем-то с какими-то проблемами ну и надеюсь вы мне подскажете что касается порошков типа с 90 и не говоря там обезде 290 к 390 да ну это бесполезные варианты и не знаю видны ли вам вот эти вот трещины они трещины царапины эти царапины и понаделал я именно этой стали они просто режут камень и все просто режут камень и честно говоря ну я не знаю владелец камня надеюсь даст ссылку на продавца у которого он купил эту вещь ну как-то не понимаете после того как я работал с киитой копой да которая в принципе ну хороший 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 японский точильный камень но однородный быстрый у меня нет претензий к тому камню а к этому вот одни претензии все я не знаю может быть это слишком эмоционально нужно как-то более холодно к этому делу относиться но сразу хочу сказать что камень мне не понравился не знаю какое-то сумбурное видео получилось ну что есть то есть и сейчас вы посмотрите на поверхность камня вы посмотрите как тестировалась на нем бритва честно надо сказать что бритва эйтер на данном точильном камне была заточена причем заточен довольно таки неплохо можно даже после него побриться да можно побриться но раздирает кожу то есть нужен финиш нужен еще дополнительный финиш хотя вол волос ну волос режет бритва после этого камня ну и все то есть понимаете и допустим прекрасно довел на нем на свои кухонные ножи которые там как пластилин грубо говоря прекрасно доводится в девяносто пять филосемнадцать я на нем не могу проработать все кладешь бритву и постоянно дергаешься на ту тему что сейчас отсюда что-то вы выскочит уже выскакивала да и попадет под кромку и все вся твоя работа нарушены получается что ты работаешь сейчас покажу получается что ты работаешь какими-то корявыми урывистыми движениями либо вот такими вот круговыми да вот вот именно на вот этом участке просто камушка либо вот так но стараешься вот в эту часть просто ко мне не заходить иначе просто страшно потому что если ты проводишь здесь то бывает такие моменты что просто-напросто вываливается этот кусок вот отсюда что-то как пыль грязь какая-то и все ты слышишь уже хруст по бритве вот и все то есть получается ты работаешь как какими-то вот такими вот такими вот какими-то вещами да какими-то урывками я не знаю но неудобно это вот прям реально неудобно ладно напишите еще раз повторюсь напишите в комментариях как может называться данный точильный камень владельца прошу дать ссылку на продавца и может указать цену этот камень людям интересно я прошу прощения где такое можно купить парни сейчас мы с вами рассматриваем поверхность точильного камня японского натурального точильного камня и здесь самое поврежденное место есть скол из которого сыпется какая труха и это труха мешает при заточке чуть-чуть добавлю освещение вот так в общем это выглядит все вот это у нас каверна в камне еще чуть-чуть приблизимся вот так это яма имеет такую структуру ладно ну вот такая собственно у нас поверхность всего точильного камня я вам показываю вы сами смотрите может быть у кого-то будут какие-то мысли что это за японский точильный камень и для каких он целей предназначен бритвенным его назвать можно но сложно во первых неудобно точить во вторых вот эти вот крупинки систематически выпадают из камня и повреждают просто режущую кромку вот видите каверночки небольшие камни есть вы более чистая поверхность на которых в принципе и проходит вся работа по заточки до по доводке вернее ну давайте сойдемся здесь поближе вот собственно поверхность камня давайте уберу дополнительное освещение так результат работы восьмитысячниках оси смотрите сами здесь очень хорошая картинка да все прекрасно там все замечательно балуемся со светом еще раз повторюсь что прошу прощения за такой внешний вид режущей кромки мне сложно просто под таким углом брать эту аберрация ну казалось бы все замечательно да как нам отнестись вот к этой вещи я тоже не совсем понимаю сейчас попытаюсь ее показать ну смотрите сами такое ощущение как будто это не знаю не бритва нож че такие царапины обращая ваше внимание на состояние режущей кромки бритвейтер после известного вот этого японского точильного камня надо сказать что камень работает очень медленно и сами видите что получается я прошу прощения за мусор играясь вот со светом вот такая вот вещь получается в районе режущей кромки хотя вы знаете если так уж говорить что по идее это режущая кромочка то вроде более или менее ровная вот так вот зеркалит бритва самое интересное что вы сейчас видите работу чистого камня чистый камень не в состоянии проработать следы от своей же собственной суспензии вот такая вот вещь кстати вот та же самая бритва но однако при чуть-чуть другом освещении а вот смотрите сейчас постарался свестись на режущую кромку ну что пробуем показать как режет бритва волос после японского натурального точильного камня вот показательно да раз пенек два пенек два пенек ну и три пенек контрольный 4 вот такая вот вещь тест Продолжение следует...